Друзья, мы сегодня видим львов, которые говорят, что они истощенные, недокормленные, больные, инфицированные. Вот они, посмотрите, упитанные животные, фактически и психологические, и физические, все они здоровые, спокойные, никаких проблем со здоровьем этих животных я не вижу, как доктор. Поведение у них естественное, сегодня солнце, они лежат, загорают, отдыхают. Совершенно чужой человек, чужим запахом зашел к ним, рассказывает про них, никакого адекватного поведения, неадекватного поведения мы не видим. Мы видим упитанных, хороших, здоровых животных. Я слышала, доктор Анатольевич, что вы сами будете прививать. Да, я лично... Для того, чтобы тот же Ведена Иванов, да, уже... Да, успокоился, успокоился и подумал о своих заявлениях, громких заявлениях, простите, он занимает государственный чин. У него есть должность, и при том, должность очень высокая. И сегодня вот эти заявления, да, не подтвержденные фактами, ну, просто вот этот пазл, который он подложил, ну, сделал во время своей пресс-конференции, это просто неправильный пазл. Доктор, я сейчас смотрела, что говорил Иванов на пути в Совете Министров. Я бы хотела, он сказал, какой-то доктор. Да, какой-то доктор, извините, моя миссия, уважаемый господин Иванов, спасение животных, а не уничтожение. Я не сел за трактор и не возил на кремацию, да, вот этих убиенных вами, вашим службам свиней, это раз. В моей практике сотни спасенных жизни животных, как ветеринара. Я не уничтожитель, я созидатель. Я хочу, чтобы все животные жили, а вы, наоборот, хотите все уничтожить. То есть слово утилизации, уничтожение, да, произнесенное с вами, что для вас все уничтожать, а для меня все восстановить и беречь. Беречь все, что есть, это гордость, гордость не только Крыма, но и России. Я сегодня здесь, чтобы эти животные жили, были здоровы, вакцинированы и не помешали вам, вашей деятельности и вот этим вашим штрафам. Вместо того, чтобы штрафовать, помогите, помогите сохранять и гордитесь, что у вас в Крыму есть такая коллекция. Доктор Даган, я еще хотела бы спросить, возможно, Иванов не знает ваших, кем вы являетесь. После моей регалии я являюсь членом Народного фронта за Россию, я являюсь помощником депутата Госдумы по вопросам экологии, я являюсь президентом фонда зоозащиты «Спаси меня», который работает больше 20 лет и спасает животных. Я являюсь ветеринарным врачом с высшим образованием, с высшим российским образованием. С 92-го года у меня есть своя практика, своя частная практика и не одно, а тысячи животных мною спасено. Доктор Далакян, скажите, пожалуйста, утилизация и уничтожение в автоклаве – это синонимы, слова? Вот если мы берем, так сказать, автоклавку, да, закладывается… Вообще уничтожение, уничтожение – это что-то целого, да, а если часть – это утилизирование. Вообще это не сравнимые слова. Уничтожать – это не может сказать специалист слово «уничтожать». Понимаете, еще так нервно. Почему вы нервничали, господин Иванов, в вашем интервью? Я просто могу назвать свой мобильный телефон, можете передать все его сторонники, все люди, которые работают под заказ господина Иванова, все инспектора. Мой телефон – плюс семь, девяносто, восемьдесят, семь восемь, восемь восемь, двадцать восемь. Мы дадим вам адрес городского суда, куда вы можете предъявить иск против меня. Мы можем назвать вам все реквизиты, чтобы вы оплатили госпошлину, и мы готовы с вами встречаться в суде. Всего доброго, господин Иванов. Я еще хотела бы задать один вопрос, доктор. Ведь вам помогал в спасении тигренка Жорика сам президент. То есть президент знает, кто такой доктор Эдалакян. Конечно, конечно. Президент знает, кто такой доктор Эдалакян. Да, если вы не в курсе, меня знает вся Россия, начиная от простых людей, которые помогают в моей деятельности, спасение тигих животных и птиц, так и на уровне властей. И когда я в девяносто восьмом году спасал несчастного тигренка, вот сегодня у этого тигренка, что-то он называет Георгий Каренович Путин. То есть тогда еще не президентом, а представителем правительства Владимир Владимирович Путин помог нам спасти тигра, помог нам этого тигра доставить на Дальний Восток. Поэтому меня знают многие, а вас не знает никто. Доктор Эдалакян, можно задать неудобный вам вопрос, извините. Вы по национальности кто? Я по национальности армянин, но я гражданин Российской Федерации. Доктор Эдалакян, я к чему задал этот вопрос? Вчера господин Иванов, который нервничал, имел такое впечатление, что его самого нужно привить от чего-то. Вот вчера сложилось. Он прыгал, как у меня байбак в байбаках, когда вот там чего-то там выступал. Вот, и он высмеял ваш акцент, когда вы сказали Нью-Касла. Вот, болезнь птичья, прививка, которая делается всем птицам, вот против чумки этой птичьей. Он ее исказил, ваш голос, и сказал там футбольная команда, клуб какой-то и так далее. Называется Нью-Касла. Ну, согласитесь, что это неэтично было со стороны Иванова. Это однозначно. Я еще раз говорю, что это неэтично такое поведение чиновника такого уровня, начальника департамента ведеринарии республики Крым. Если вы смеете мою национальность, мой акцент, это говорит о вашей сути. Он унижает сам себя. Вы унижаете сам себя. Вчера из интервью было видно, и Крым-24, все, что вынес из этой пресс-конференции, показал вчера вот этот сюжет с Ивановым. Они ничего полезного не услышали на пресс-конференции. Уважаемые друзья, я вам скажу, что доктор Далакян, просто огромная масса материалов, и мы не акцентируем внимание на каждой бумажке, за что цепляется Иванов. Но прививки на 19 тигрят и львят были переданы госпоже Тушиной, и вчера на пресс-конференции я показывал этот документ, где на 9 листах были переданы все вакцинации на прививки. И сегодня я вернувшись в кабинет, мы обязательно покажем эти прививки, а также покажем плану, как проходят плановые вакцинации в парке Львов-Тайган. Я хочу сказать, уважаемые друзья, что даже сотрудники зоопарка с этого года... Сотрудники зоопарка и то имеют прививки от вешенства, которые мы прошли по требованиям Роспотребнадзора. Так что, вот тут надо прекращать, вот сотрясать эфир враньем, господин Иванов, враньем. Пожалуйста, мы будем предоставлять документы против вашего вранья бесконечно. И вы не напугали доктора Далакяна, и он, и я. Мы готовы к любым судебным слушаниям, и в любое время, на любой территории. Спасибо большое. Такая картинка, прям уходить не хочется. Доктор, лягте полу-полу-полу-полу-полу-полу-полу. Шикарная картинка, вов, отлично. Шикарная картинка.